Просто пюре, оливки, черненькая, это черненькая оливки и нарезанный огурчик, мелко-мелко. Набираем зафар к Ивану, а я пока буду птицать зубы. Пока ничего не могу сказать по эту зубную пасту, ничего особо. Стекла все запотели. В общем, я думаю, гадаю, думаю, гадаю. Вот эту лепу, вот эту лепу. На самом деле мне это понравилось, но половинка осталась, и я ее в холодильник убрала, с длины которой. Я не знаю, меня слышно, мне зафарка, конечно, холодная. Не знаю, я его нагревать, а убаться не хочу, пока ребенок в ванну нанесу. Поела шоколад что-то, поэтому почистила зубы. Но я слушаю, зубы надо беречь как можно, как можно. Ну, я на самом деле, ленюсь, бывает. Вот такая вот такая она, не видно. У меня изоботело зеркало. Зеркало только сегодня убиралось, протерло. Сегодня же чистый четверг. Чистый же чистый четверг. Пантазор. Ты меня называла. Пантазор. Вот я не вижу, понимаете себя? Не вижу. Это при том, что работала вытяжка в ванной. Хорошо, что подусмотрена вытяжка была. Эти штуки надо будет обрезать. Видите, торчат, нахер они мне нужны. Мне не в глаза может жить. По поводу ухода в косметике Захарша. В принципе, ничего не изменилось. Вот сейчас мы в ванной покажу, чем мы пользуемся в ванной. Вот и. Не могу пользоваться. Если я нашу маску, значит, я должна буду помыть голову. Ну, волосы, да? По-другому я не могу. Знаете, там многие... Вот из-за этого выжили. Многие, знаете, этот... Вот здесь не очень. Как его... Ну, просто смыли. Кажется, в глаз попало. Потому что вот этим кончиком, по-моему, все вот сюда в правый глаз попало. Вот так просто смывают маску и все. Какие-то обожки, да, одевают. Я ведь не могу. Но мне так не нравится. Фара вот такая вот губка для тела. Вот так вот она высыхает, высыхает. Мы пользуемся ей пару раз. Когда ее мочишь, она разбыхает. Ну, можно кинуть. Она такая, как слизистая. Вот я кину сейчас за пару. Натуральная детская губка для мытья и массажа минеральным комплексом. Ну, не пользуемся. Рука не тянется. Дальше. Санэсан вот такой. Пару раз пользовались. Еще хватит надолго, потому что уже понимаете, что там ребенку много-то не надо. Я не знаю, взывает ли, попадает ли в глазки, щиплет ли у него глазки, я не знаю. Понятия не имею. Ничего не могу сказать. Состав хороший, оливковое масло. Дальше. Присыпка, как помните, да. Шампунь. Детский шампунь. Ни разу я ему голову не мыла, только пену ему для ванны делала. Дальше. Неоднократно мыли, когда пытались корочки от корочек избавиться. Такой ля-3 шампунь. Пенка удаляется болидной корочки. Вот мы удаляли вот этим средством. Видите, ноль плюс. Я просто в том, что я даже не знала, что такие шампуни есть. Еще-то там от фирмы какой-то дорогой есть, тоже, да, известный. Уже просто я не помню наизусть. Я не знала, потом в комментариях прочитала, что оказывается выпускают специальные шампуни и побежала искать. И иногда мы моемся вот этим средством. Это все Захаркины. Это можно и мне пользоваться, ну то есть любому человеку. Просто она не бюджетная и как бы не экономит для ребенка. производства Франции. Когда его смываешь, если бирофили еще остается, тело, конечно, очень мягкое. Тут ничего не скажешь. Ничего не страшно. Конечно же, в Захарке есть свое детское мыло. Обязательно. И, кстати, наш папа, если он ребенком мой, подмывается, просто как он обычно пользуется мылом. Я же нет. Я же подмываю нашего малыша вот этим креслом. Вот это жидкое мыло для малышей. Ну и плюс. Конечно, есть специально для девочек, для мальчиков. Я покупаю такую для мальчиков. Но так как там маленькая упаковка, бутылек, вот такой бутылек больше, где 400 мл. Поэтому я взяла мыло. Я думаю, что разницы никакой нет. Беру мыло и все. Подмываю. Когда он покакает, я его подмыважу. Выглядит оно вот так вот. Она разгрыгла. Она дает какую-то пену свою. Захарку сейчас вот терла. Ему не нравится, в общем. Ну, не привыкший. Это же надо было приучать. Ну, я не знаю, убирать его или выкидывать. Потому что мы им не пользуемся. А это мое средство. Но сегодня не про меня. Не, на самом деле могу рассказать про него. У меня женская пиписька. Ну, в общем, пока ничего не могу сказать. Мне больше нравится Эпиген гель. Вот тот мне нравится. Мне кажется, этот не до конца очищает. Не до скрипа. Потому что я люблю это до скрипа. Когда там все скрипит. Как старышка. Смотрите, раз уж про меня пошла речь, я вам расскажу про это средство. Ну, потому что его можно к Захарке отнести, для Рошпазе. К Захаркиным средствам. Он уже, видите, заканчивается. Но ему уже, наверное, год есть. Как он у нас дома. Ну, Захарку я, может быть, мыла пару раз. В основном и моюсь я. Мужа тоже не заставишь. Он любит сейчас. Вообще гелями не любит мыться. Он прочитает теперь мыло ДАА. Вот. Я тоже это гель, мыло любила. Приучила к нему своего отца. Теперь еще муж. У меня папа даже этим гелем, мылом ДАА, бреется, понимаете. Он не бреется никакими перцами. Он мылом ДАА намылся, намылся, побрился и смыл. В общем, наверное, смягчает как-то кожу. Не знаю. У них еще есть такая же линейка, только шампунь для волос. Я не пробовала. Хочется попробовать. Небюджетно, да. Шампунь стоит 700-800 рублей. Понимаете? Мне кажется, что здесь гель, что здесь гель, что там шампунь, это будет одно и то же бадья. Мне так кажется. Сказать, что я не могу без него жить, я не могу ничего сказать. Пользуюсь раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц. Я не знаю. Но не знаю. Ее можно для младенцев. Видите, гелька нарисован для младенцев. Подходит для всей семьи, без парабенов, еще без глазами, без мыла, на основе термальной воды. лепикар успокаивающий гель для душа защитными свойствами у меня руки шелушатся потому что я практически не ношу крем я привыкла себя эпидермисе жирный слой все это смывать жила без него и жить смогу закончится не то что я о нем и не вспомню как-то так станок раз уж мы здесь от минусов жилет напрягают да ладно вот он такой широкий большой очень не интимная зона им совершенно неудобно мне уже пора покупать насадку я подумала там насадка может быть стоит как станки голубые или розовые какие есть голубые розы начальные вот эти которые выпуски были я подумала купить голубой розовый обычный где тоненькая от эта головка и не париться где мне нужно проводить по интимной зоне чтобы не пораниться я недовольна вот эта штука я уж там я не знаю насколько вот этот шампунь восстанавливает мои волосы органическая масло семян клюквы органовая экстракт ягода саи ингредиенты главные но опять-то шампунь от него очень волосы жирнятся быстро буквально на следующий день поэтому мне тут еще осталось видно нет зато очень тянется руки вот к этим шампунем силиконами вредные шампуни но зато я знаю от них до скрип вычищают волосы и несколько дней они будут хорошими густыми я всегда помимо натуралки это системы потому что и потому что так мне всегда так вредности с полезностями потому что не хочется постоянно мыть голову тем более когда маленький ребенок шампунь очень вкусно пахнет от пантин но это шаума шаума у меня кстати очень часто шаума она дает объем мне нравится и шампунь за объем очень хороший шампунь я их показываю показываю потому что он у меня видите это новый бутылек маленький капля и она мылит очень хорошо тут состав просто превосходный вы так и на него реагируете спасибо я не знаю можно и пользуется или нет но может уже пропала иногда я так читаю книжку иногда сижу в интернете в телефоне в основном книжку читаю потому что начали никогда не мечтаю я решила приготовить что-то типа отбивных да я их отбила вот как видите лимончика специи это вот у меня свинина была положу поджарю вот так вот меня тогда я уже поужинал а вот муж принес пришел с дня рождения это курица на мангале от жопсандал оливье свинина наверно тоже нам мангале ну в общем у нас мясо не полный дом послезавтра пасха вот и муж хотел шашлыки делать игру какие шашлыки зачем настолько мясом обожать поможем так ну что начинаю я варить яйца яйца деревенские так мужа дедушки привезли эти которые темные на них можно наклейку наклеить что-то я начала читать и сбилась захарка меня сбил едут не помню 20 точно 2 чем-то может не знаю просто покупать еще не покупать мы короче гуляли только пришли чудо чудик орет на ноги становись ты что так у нас сегодня хорошая погода это сейчас показывает плюс 15 было плюс 18 ветрено все равно однако завтра пасха это мусор это покупки это мусор и сахар это мусор сынок это мусор вот это не мусор вот мама взяла спорт его пакет как бы он в общем не знаю что тут с пасхами сажусь на жопу а то полы я только что протерла захар там мусор да что ж такое то так смотрите что с пасхами получилось но вот после этого как никак уже никому не подаришь придется самим есть это тоже самое потому что я засунула опять на низ коляске она подавилась корзину коляски а засунула захар фукака вот более-менее вот эту и подарим кулич смысле это наверно тоже подавилась конечно это уберем еще одно это сами съедим блин это захарку вытирать салфетки когда куша брокколи расти большой творожки и захаркины помидорчики разные него тоже нравится брать когда они разные 3 как сорта как правильно сказать брокколи опять биолак полина шиповник йогурт такой мы еще не брали так яблоко груша сливки вот такие захарка очень любит и мне сама нравится творог с мелисы очень вкусно брюса еда парки огурчики дальше зелень петрушку взяла это уберем сахар по полу не валял такая докторская колбаса мне принципе устраивает маленькая хорошо так порезал сейчас я чай попью вот с этим по ней не с солями это я уже не раз так не показывала так и у нас остается только rox зубная паста вот вот это вот такая с ксилит 8 процента мне нравится зубная паста с ксилитом так в общем то так и зубные пасты от фирмы rox мне тоже нравится особенно вот этот который пальцы я не знаю я считаю что хорошая зубная паста все-таки продлевает жизнь этих зубов этих зубов сейчас ребенка биолакт яйца сварились воды нету а я обожаю пудинги больше чем творожки больше чем творожки и тем более йогурт я просто обожаю пудинги не всегда открывается ну наверно ждать не будем ждать не будем ждать не будем уже так минуту две три стоит на на мое чудо кушай зайчик ты пить хочешь мы сейчас гуляли зажарился в магазинах в аптеку зашли перекресток зашли в аптеке так как я то да все туда сюда аптеке по акции я зашла купила вот такой тонометр за 1500 так он стоит 2 500 свекров именно вот этот давала ну мы его и купили какой то там сейчас за 6000 стоят я писала компании be well чтобы они со мной посотрудничали так как мне срочно нужен тонометр они мне не ответили в общем видать они не хотят сотрудничать поэтому а мне срочно надо я не могу знаете ждать здесь такой пакетик оон как я рада как я рада как я рада так ну что все я подцепила провод должен сказано вот так должен быть натянута меня не знаю дальше лежать должна давайте нажмем расслабляемся что Пульс бьется, потому что только пришли мы. Кто-то запоминает вроде как. Надо мужа сводкать, пусть обрадуется. Сводкала я вроде. Спать хочешь, поел супчик, вот он съел целый суп с этой тарелки, но я его толкушкой раз толчу. Так, вот такие красители, 4 штуки, блестящие. Пасхальный набор. Я взяла за то, что прозрачно, мне очень понравилось. И наклейки. Один вид взяла. Вообще не могу. Что ты тут делаешь? Ну что там, чайник он уже достал. Что-то он буяниц, не по-детски. Танцы смотрим. Песни. Прозрачные, не очень красивые розочки. Розочка. Днем к светлу Пасху. Зак. 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 Песни. И так далее. И так далее. И так далее. пол второго и муж готовит роллы жена запрягла чтобы завтра пасха чтобы завтра нужно быть свободными запах обалденный чтоб уже как сказать завтра ты будешь делать а когда мы приходим с гулянки мы приходим и голодные как правило вот и подумай до 2 километра шли кладбище нашему дедушки да сынок своему дедушки точнее такой зайчика этого тяжелый такой мальчик до как быстро время пролетает дедушки пришли следующего дня вчера была пасха я варю компот захару пожарила котлеты на на ужин мой чай вчера нам подарили захарки вот они два у таких принято семье мужа село владимировка там его бабушка похоронена дедушка еще живой вот так вот удобно они видите такие пакетики кладут конфеты блин у меня что на лоджию дверь открыта была захар может ложкой вот так вот так вот у нас прошел влог ой тут у меня висит апреля лекарства буду показывать по неврологии ну и я пишу свой график приема так что вот так вот съездили вчера к дедушке приехали дорога перекрыта до кладбище два километра пешком шли все для людей называется ну просто там не перекрыли дорогу до улицы кулакова старополь можно было как-то организовать чтобы там парковались машины вот например так это совсем не нормально два километра переться тем более знают что многие с детьми идут потому что пасху воспринимают как праздник да не какой-то там траурный день а именно как праздник очень многие идут с детьми как мы поперлись а захарка год и три ребенку да поэтому все ну можно сначала машине оставил все он уже ушел я ему кручу возвращайся назад я так подумала захар сейчас проснется он проснул когда машина едет он уснул ехала он сейчас проснется что мне с ним делать там ветер был ни площадки ничего нету коляску нас с собой мы не взяли короче нафиг мне этот геморрой говорю пойдем туда вместе либо давай вызываем такси с автокреслом потому что без автокресла есть нельзя у нас все строго вот да и тогда мы домой поедем потому что два километра туда два километра обратно это никак ну в общем пошли мы пешком вот вот по кучерям всяким ну везде просто там есть тротуар где стройка так тротуара и нет вообще всякие кронштей как они кроншеи кронштей враги куда вода должна стекать в общем в итоге 18 после 18 на 0 открыли уже кладбище и стали заезжать машины мы вышли мы вышли с кладбище когда очень ветер поднялся похолодало очень мы вышли там все такси стояло эти два километра за такси мне так писали надо снимать поменьше а я хотела сказать давайте попробуем набрать тысячу подписчиков потому что мало и мне не включает монетизация вот а монетизация очень нужна раньше не нужна была теперь нужна мне ну потому что ребенок то есть все деньги нужны все ну вы меня поняли особенно блогеры меня прекрасно понимают может быть обычных подписчиков это обидит а что обижать какая разница 400 подписчиков или 1000 разницы нет как помочь не знаю ну не знаю попросить кого то что кто то подписался пусть даже если не будет смотреть лайкнуть видео на свою соцсеть например вконтакте ну я не могу даже не просить это смотрите сами я такая стеснительная вообще странная такая вообще человек такой главное сама снимаю а сама не стесняюсь что как на меня лучше короче очень стеснительно очень многие блогеры они стеснительные вы знаете в жизни очень стеснительные болтать на камеру этого это вам так сказать не в жизни что же мне съесть чай попить вот с этим может печенька положу сюда чтоб муж на завтрак ел у нас сегодня захар съест вот такой творог выпить тему сейчас у меня чай у него вот чай его утром я ему наливаю чай вот он чай его на сынок чай на сынок чай на сынок чай